могу понять есть эфир или нет видно меня слышно ли меня слышно ли меня видно ли меня ок друзья всем привет мы продолжаем наш онлайн-тренинг бестселлер долистаю свой конспектик до 4 дня вопрос друзья изменилось ли ваше представление о вашем бестселлере за эти три дня и как планировали так и так все идет да еще техническая информация небольшая друзья значит смотрите завтрашний урок у нас пройдет в 10 утра по москве не в 12 а в 10 я еще в описании урока я уже эту информацию добавил и в рассылку я еще раз тоже отправлю напомню я понимаю не всем это удобно будет 10 утра но запись будет и соответственно да если вы смотрите откуда-то из-за границы да и запись у вас не нет возможности запись посмотреть вконтакте да на нашем канале на ю тубе это все через какое-то время появится там через несколько часов или в нашем подкасте на яндекс музыки или на как назвать apple подкастов тоже нас поиском там можно найти и посмотреть окей хорошо многих изменилось постепенно это неплохо это хорошо да у нас у нас идет война со школой где учится наш ребенок собираются закрыть наш класс поэтому вот мы завтра едем воевать за нашего ребенка так по поводу ресерча друзья мои небольшое замечание смотрите вот когда вы будете составлять для себя план чтения по ресерчу я бы сказал так что надо очень осторожно относиться к чтению художественных книг на ту тему которую вы разрабатываете то есть это не то чтобы запрещено да но условно говоря и есть смысл в том чтобы вообще посмотреть что написано на эту тему да как-то ознакомиться заглянуть в тексты но в целом как источник информации я художественную литературу использовать не советую почему потому что художественная литература до или кино художественной на эту же тему да это уже такая вторичная реальность да то есть эта реальность уже переосмысленная да то есть вы берете да и переосмысленная максимально да то есть это там все равно что брать там не знаю какого-нибудь лоренса аравийского до для того чтобы понять что в реальности происходило когда британцы выдавливали турков с аравийского полуострова для того чтобы бесплатно качать оттуда нефть да понятно что там ужасные злые турки прекрасные благородные арабы да и так далее так далее и конечно самые прекрасные там британцы которые исключительно исключительно из благотворительных соображений помогают помогают арабам освободиться от ужасных турков на самом деле в реальности конечно же все совершенно не так было вот поэтому художественную литературу я читать не советую более того вот смотрите документ да понятно что да когда вы читаете документ вообще любое да любое любая точка зрения документальная ли да какая бы то ни было художественная да это все равно некое переосмысление реальности все равно на это надо делать поправку но дело в том что документ он как правило не ставит целью создать художественное впечатление да и соответственно вы это художественное впечатление по документу составляете сами да то есть вы вкладываете свою энергию для того чтобы это художественное впечатление создать а художественный текст его задача создать определенное художественное впечатление да то есть заложить в ваших вашем представление о событиях заложить ту или иную точку зрения поэтому с этим нужно к этому нужно относиться очень-очень осторожно да то есть условно говоря я войну и мир не советовал бы использовать в качестве источника информации о отечественной войне то есть это не значит что совсем не советую читать просто не использовать ее как источник материала насколько это понятно понятно ли это мысль или если непонятно если понятно напишите понятно если есть какой-то вопрос или уточнение задайте его да это не research а чье-то творческое видение ситуации да то есть опять же да если вы там ну способны эту информацию до каким-то образом отфильтровать да например там вы читаете 10 источников да и один художественный какой-то да и читайте и понимаете что ага понятно вот что вы мне тут хотите сказать да то есть например условно говоря вот прям я сейчас перечитываю шекспира да и прям вот с первого тома читаю значит геннеха 8 это как раз история жанны д'арк да и о истории жанны д'арк я читал очень много самых разных источников да и примерно понимаю да что там правда что там выдумка там и так далее так далее да то есть возможность там плюс-минус исторические факты отфильтровать а вот шекспир англосакс чтобы это не значило да вот и шекспир в этой ситуации конечно же он на стороне англичан да то есть у него естественно там и макбет у него злодей и супостат да почему потому что шотландец англичане с шотландцами там всю жизнь воевали а вот и поэтому естественно да опять же я писал пьесу про макбета для для одного европейского театра да и я вот тоже зарывался в материалы и но есть некоторые информация есть некоторые источники о том что макбет был хорошим королем да и что прав на престол он имел гораздо больше чем кто бы то ни было в то время да то есть он не был узурпатором вот и что касается жанна д'арк да по шекспиру она грубо говоря сатанистка да то есть ей являются духи и она получает не ангелы не святые да и являются духи и эти духи до призраки ей дают какие-то подсказки вот а когда ее собираются казнить да она кричит о том что она беременна и да там выясняется что она беременна то ли от дофина то ли еще от кого-то от какого-то военачальника да то ли еще да то есть и говорится о том что она с ними со всеми спала там и так далее так то есть опять же есть ну исторические документы этого не подтверждают вот поэтому да то есть использовать хроники шекспира для того чтобы изучать историю англии да я думаю что наверное не очень правильно тогда вот совершенно очень очень хорошее замечание она пишет художественную литературу можно читать чтобы проанализировать инструменты писателя не как материал то есть для стилистики писательской грамотности по абсолютно с вами согласен идем дальше теперь еще что касается чтения художественных книг тоже один немаловажный момент я считаю что есть смысл и читать и более того изучать современных вам конкурентов которые пишут на ту же самую тему но именно относясь к этим книгам не как то есть важно да то есть читать то нужно да то есть нужно все время просто сразу же делить на 50 да то есть нужно понимать что это не источник информации а это не документ да а это некое художественное переосмысление да некая вторичная реальность и я имею я советую сделать некий research да и посмотреть какие существуют книги современных вам конкурентов именно современных вам да то есть существующих сейчас на рынке то есть там смотреть на то что там какая художественная литература на эту тему была написана там сто лет назад ну опять же можно для общего развития но вам это мало что даст потому что сто лет назад была совершенно другая ситуация да и ваша задача посмотреть собственно а как люди работают с этим материалом как они его преподают как они его преподносят как они его обрабатывают и если книг много то не все книги посмотреть да допустим основные книги на эту тему а с другой стороны если книг много то вопрос а нуждали еще одна книга на эту тему а если конкурентов нет вообще то есть вероятность что эта тема вообще никому не интересно как искать конкурентов да то есть прям вот заходить в озон забивать ключевые слова и смотреть какие книги есть на эту тему при этом может быть что тема интересно просто пока нишу никто не занял давайте пока я рассказываю напишите в чате есть ли современные конкуренты которые пишут книги на тему которую вы выбрали напишите кто эти конкуренты что еще здесь может быть может быть так что тема в принципе людям интересно просто пока эту нишу никто не занял например когда я писал букварь сценариста были определенные косвенные признаки того что эта тема интересна что интерес у людей к этой теме есть какие-то признаки в то время учебников по сценарем то время это 2008 год когда я писал букварь сценариста 1 декабря я написал первую главу букваря сценариста 2008 года в это время какие существовали учебники на русском языке по сценарному мастерству существовала книга червинского как хорошо продать хороший сценарий на то время это вообще там много долгое время это вообще была единственная книга сценарном мастерстве в которой было очень мало собственно сценарном мастерстве но много о том как сценарий там оформлять какая какой шрифт там так далее да и как этот сценарий собственно продавать ну хотя бы там в этой книге было о том что вот есть особая какая-то сценарная запись которую сценаристы должны знать дальше было книгами ты книгами ты неплохая но я бы не советовал сценаристам с нее начинать то есть лучше читать книгу меты там пятый пятым шестым учебником потому что она даст достаточно сложно написано вот и она скажем так написано грубо говоря для человека который уже что-то знает в ремесле уже что-то понимает просто человек со стороны он начнет прогрызаться через эту книгу и там просто погибнет книги маки тогда не было было еще книга линды сегер с каким-то таким домотканом переводом там были кое-какие важные моменты но тоже такого основополагающего учебника вводного для сценаристов в то время не было но например когда я запустил бесплатный мастер-класс по сценарному мастерству в жж я тут же получил около там полутора тысяч репостов у меня пост два дня висел на первом месте в топе жж было было такое время такое место где все блогеры собирались и соответственно да я увидел что тема для людей интересно да хотя бы люди не не очень как бы может быть и страны становиться сценаристами не хотят на тема людям интересно вот таким образом да стоит посмотреть если книг вообще нет то это подозрительно да и надо каким-то образом протестировать да хотя бы написанием статей в блок да будет ли отклик на эту тему а вот если книг слишком много значит нужно поискать какой-то способ какой-то неожиданный разворот своей темы встретила одного немецкого автора на тему личных границ прицельно не искала так не встречала но и не проверяла специально посмотрите посмотрите по пробивайте и посмотрите какие есть книги на вашу тему сейчас можете не делать это но после после занятия поищите посмотрите так я детский автор у меня много конкурентов ну это наверное самый самый вообще большой энергично развивающийся рынок книжный именно детские книги так есть несколько книг частично перекликаются с моей задумкой есть конкуренты яхина иванов есть из другие наверняка так не встречала пока конкурентов может плохо знаю рынок надо изучать да кстати говоря вполне может быть что вы увидите какие-то подсказки идеи для и для книги своей так современные пишут для специалистов или учебники для студентов но у студентов времени больше так у меня две минуты пока меня слушают так пелевин улицкая по моей теме переселение в деревню и противостояние системе могу вспомнить только одну книгу александр мартынов работа на лето больше из художественных нет особо тема очень крутая кстати переселение в деревне я бы сам переселиться в деревню уже надоело бодаться с системой так интересная теме определенно есть ребят вы кричите вы кричите у меня в эфире пожалуйста пожалуйста кричите потише тяжело тяжело когда ребенок ребенок дома мы были вынуждены забрать его из школы отдельная большая тема может быть может быть придется мне рассказать когда-нибудь об этом в публичном пространстве так не с без торобинец king макамон вознесенская пишу постапокалипсис конкуренты точно есть всех не перечитать но кстати в максим максимов да в жанре постапокалипсис второй по тиражам автор фантастических романов в россии так как сделать так чтобы читатель при малом объеме на начальном этапе не уставал от контента удерживать внимание читатель для этого есть совершенно конкретные инструменты приходите в мастерскую и я вам все расскажу так есть конкуренция именно женская тема не охвачена совсем конкурентов конкурентов есть но есть похожая литература по смежным темам окей теперь дальше что мы делаем с конкурентами есть две стратегии пристроиться конкуренту и отстроиться от конкурента да то есть сделать так чтобы ваша книга была похожа на книгу конкурента и вызывала с ней ассоциации да и можно сделать так чтобы ваша книга наоборот отталкивалась от конкурента до чтобы вы говорили это не про это это анти это да как есть канал в телеграме не зыгарь да вот есть зыгарь а это вот не зыгарь да вот здесь тоже самое да есть акунина есть анти акунин не акунин да есть пелевин можно придумать такую не пелевина анти пелевина и что я советую здесь делать я советую использовать наличие конкурента на рынке если он существует при этом на начальном этапе да когда вы только запускаете проект имеет смысл пристраиваться конкурент ну здесь еще один важный момент которым тоже я пока не сказала зря совершенно я не сказал они о том что на самом деле да может быть разово да у вас может быть одна книга бестселлер да есть авторы такие до которые одну книгу записан написали за за всю свою жизнь и все там убить пересмешника например да или над пропастью воржи да ну не считая рассказов да вот одна книга бестселлер либо бывает так что автор написал много но вот одна только книга стала бестселлером такие авторы тоже есть и при этом сегодня на рынке да вы можете быть успешным только в том случае если вы делаете серию книг то есть это не обязательно может быть прям вот серия да как у меня там газетчик писатель сценарий да они объединены общим сюжетом да и фактически это одна книга просто разбитая на три части но например книги гузель яхиной да зулиха открывает глаза дети мои и эшелон самарканд они объединены одной общей темой да то есть это 20 первые после после революционные годы да их можно условно считать тоже некой трилогии понятно что каждая следующая книга да мы сейчас о качестве вообще не говорим да то есть мы по тиражам если посмотреть каждая следующая ее книга получала все больше и больше тиражей да и соответственно когда выходила следующая книга предыдущие тома тоже переиздавались и тоже увеличился охват читателей соответственно нужно сразу же планировать что вы будете не одну книгу писать а серию книг несколько книг у меня а одно время на рынке одновременно существовало по 4 что ли серии книг то есть у меня выходил газетчик писатель сценарист в серии мастера сцены выходили книги по сценарному мастерству букварь сценариста пишется сценарист номер один сценарий телесериала вот вторая серия она была не моя именная но вот мои книги в этой серии выходили дальше книга до детектив там было там было какое-то название такой идиотской криминальный лабиринт александра молчанова хотя мне она не нравилась мне хотелось назвать ее русский нуар но издательство как-то так не согласилась дальше серия тренингов книг тренингов и еще что-то выходил а и еще ленивая скотина в издательстве весь вот четыре серии одновременно выходили да то есть вы понимаете что когда у вас на рынке есть несколько серий адресованных разным целевым аудиториям да они начинают пересекаться то есть люди покупают одну книгу да условно говоря покупают букварь сценариста и такие так хочу еще тут молчанов писала какая-то еще у него там вот художественные какие-то книги есть дайте я их тоже почитаю то есть на начальном этапе вы пристраивайтесь конкуренту а когда вы уже зацепились внимание читатели получили дальше начинайте отстраиваться от конкурента например 50 оттенков серого это фанфик сумерка да то есть было вот эта сага про вампиров да и разные люди в интернете писали разные там книги по мотивам сумерек и вот в числе прочего значит девушка написала роман в котором просто вместо вампира да человек который любит разные бдсм техники да и вот значит сначала она пристроилась к этим сумеркам да и людям рекомендовали эту книгу именно ее именно так и продавали да что это типа вариация на тему сумерек и все он начал отстраиваться 3 оригинала до что это не сумерки это вообще про другое вот и в итоге успешный сериал успешный киносериал и миллионные тиражи у нас в россии когда появился гарри поттер мало кто помнит сторожила не припомнит ребят я такой старый что я помню то время когда я прочитал где-то в британских сми в каких-то прочитал что вот типа есть такая роулинг она пишет эти самые интересные романы для для детей и подростков про волшебника и там ее и с удовольствием читать в россии вообще еще никто не знал про нее вот а потом кто-то издательство рос росмен по моему напечатала для пробы напечатала первый том в тонких обложках в черных таких обложках и там на на томе было крупно написано не для продажи вот и его рассылали по всяким разным журналистам критикам да и собирали обратную связь типа интересно будут будут читать или нет ну и ко мне она тоже я работал тогда в вологде в газете русский север тоже эта книга попала я и прочитал сказала ребята это будет мега хит это будет бомба просто а вот я дочки своей и читал и она такая типа классно поэтому у нас когда появился гарри поттер тоже мало кто помнит что тут же появился появилась таня гроттер а вот а самое смешное что еще была замечательная серия книг там три книги вышло поригатор пародий на гарри поттера и там поригатор и каменный философ поригатор и комнатная тайна и 3 я не помню там что вот это было реально круто сделано это было очень смешно естественно люди которые читали эти книги да они читали гарри поттера им нравилось и они говорили что вот типа я заинтересовалась вот и это ту и эту тоже книгу прочитаю более того я помню в поезде я слышал разговор девочка как там рассказывала что вот ведь я читала лет 12 лет вот я читала гарри поттера я читала таню гроттер не гарри поттер не понравился а таня гроттер мне понравилось потом из-за авторских прав все эти книги с отсылками гарри поттер и всех с рынка убрали да а автор который писал таню гроттер стал невероятно популярным и продолжает и и до сих пор является дмитрий емец по моему его зовут я боюсь ошибиться мы лично не знакомы с ним но вот продолжает писать и довольно довольно популярно да то есть сначала пристроился стани гроттер к гарри поттеру да потом отстроился все я не не гарри поттер исторические романы да вот есть акунин и есть например антон чиш до его герой ванзаров я к антону с очень большим уважением отношусь он был у меня на эфире мы с ним разговаривали и вот он не кстати говоря во время эфира он меня очень сильно убеждал в том что он акунина не читал и не это самое они никоим образом него не не ориентироваться но на самом деле на мой взгляд это совершенно неправда абсолютно да может быть не читал то может быть и не читал да но то что его серия абсолютно точно написано с учетом популярности акунина ну это бессмысленно просто как бы отрицать до николай свечин автор тоже понятно что здесь пристройка к акунину и более того да все первые публикации я помню первую публикацию про свечина в журнале афиши до говорили что вот да типа это акунин но не акунин потому что акунин он у него герои существует воображаемом неком мире да что правда кстати говорят такой воображаемом постмодернистском мире а у свечина да если он описывает там условно говоря как нижегородскую провинцию да он описывает не проекцию нижегородской про и провинции современного москвича да а описывает именно ту нижегородскую провинцию какой она должна быть ну я не очень согласен с тем что можно описывать что-то кроме наших проекций но тем не менее принцип понятен да что идет сначала пристройка до антон чиж примерно тоже что гарри акунин да то есть вам нравится акунин почитайте антона чижа вам нравится акунин почитайте свечина а потом идет начинается отстройка да то есть то же самое но не то другое кстати интересно бывает так что авторов которые начинали до писать до автора например юзефович у него была замечательная серия романов про сыщика путилина на мой взгляд в художественном смысле но намного круче чем акунин и когда была популярность акунина вот эти серию романов про сыщика путилина переиздали и вот типа как это тоже акунин тоже почитайте вот потом конечно юзефович от этого от этой привязки как как у него активно очень отбракивался и правильно делал ник перумов сначала пристройка к толкин да у него сначала выходили романы о продолжении властелина колец до 2 романа двухтомное продолжение да потом отстройка отстройка до собственный проект собственным миром война мага на мой взгляд выдающийся совершенно огромная сага замечательная очень хорошо написанная да и никакого толкина там рядом нет да но сначала мы это имя имени к перумова мы узнали что вот типа это вот какой-то чувак наш написал продолжение толкина то есть в каждом в самых разных жанрах в нонфикшен разумеется то же самое да то есть если например вы пишете про тайм-менеджмент вам так или иначе надо либо пристраиваться к глебу архангельскому либо отстраиваться да если вы пишете про мотивацию надо либо пристраиваться к тони робинсу либо отстраиваться например когда я волшебный пендель запускал серию естественно я пристраивался к тони робинс дальше что еще может быть может быть пристройка под видом отстройки до например дон кихот это рыцарский роман под видом антирыцарского то есть если сказать людей какие вы знаете рыцарские романы все сразу же в одно слово с карта есть не пропал ли звук да если говорить про рыцарский роман да все сразу же скажут о дон кихот я знаю рыцарский роман это дон кихот на самом деле существовала огромная субкультура рыцарских романов многие из них упоминаются в дон кихоте и соответственно дон кихот был сатирой на поклонников рыцарских романов да и в итоге получилось чем дальше да то есть и это кстати видно если сравнить особенно первый и второй том до становится видно как антирыцарский роман постепенно превращается в рыцарский из сатиры превращается в апологию рыцарства у нас роман дух лес который который я уже пришел здесь да это такой гламурный роман под видом анти гламурного то есть его я просто немножко опять же сминаем им лично не знакомы но холдинг в котором я тогда работал я как раз руководил трафик руководил рекламой а вот и роман дух лес вот этими самыми ручками я раскручивала роман дух лес и дух лес не знаю точно а вот и как сейчас помню заголовок антигламурный роман бьет рекорды продаж и этот заголовок мы там рекламой показали всем людям которые сидели в интернете в тот момент поэтому откуда взялась известность этого романа тоже немножко знаю вот но роман позиционировался себя позиционировал себя как анти гламурный до борьба с гламуром но на самом деле конечно же это гламурный роман да то есть это роман который там через запятую с оксана и робски с ее к живу вот 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 было в то время да вот было такая такое поветрие да что все читали про гламур даже фильм был такой гламур кончаловскую и так что я советую до выбрать какую-то стратегию пристройки да и сначала постараться пристроиться к своим конкурентам потом отстроиться насколько это понятно если понятно напишите понятно если вопросы есть то готов отвечать так вы сказали что можно брать идею других авторов где здесь грань с плагиатом поясните пожалуйста грань ставит читатель то есть если читатель будет воспринимать это как плагиат то это будет плагиат да то есть на самом деле да если вы посмотрите на шекспира там ни одного не заимствованного сюжета до фауст заимствованный сюжет евгений онегин заимствованный сюжет да то есть огромное количество историй до написаны на заимствованные сюжеты а вот поэтому где здесь грань грань читатель определяет то есть если читатель воспринимает это как плагиат то да тогда это плагиат есть сорокин антипелевин соглашусь пожалуй да пожалуй соглашусь до что сорокина такой антипелевин да кстати женщин авторов ниши постапокалипсиса мало есть возможность отстроиться но будет ли это интересный аудиторий кстати офигенно вот сделать феминистский анти апокалипсис по моему очень круто так был прямо антикарнеги в 90 кстати да да анти фрейд антикарнеги да вот это бы было были такие вещи они очень очень хорошо работают да как у парабеллума в свое время был такой анти зеланд тренинг русский секрет и он прям позиционирует почему фильм секрет не работает в россии да вот секрет сделан тогда были очень популярны так мыслить как терапевт это пристройках мыслить как преступник да совершенно верно как часто выпускать книги в серии не знаю надо тестировать потому что есть книги которые выходи выходят с там с периодичностью книга в три месяца до или книга в месяц до у донцовой книга в месяц выходит по моему или даже еще чаще а есть да вот например тихий до да там вообще 4 том вышел там через 12 лет после того как 1 3 так алекс лямин что такое ау это вы бан выпрашивать или что в чем в чем ваш вопрос так сомневались гарри поттере конечно сомневались то же время еще не было известно что это весь мир посмотрит прочитает и посмотрит так за счет чего именно производит мягкая грамотная отстройка после пристройки не получится ли так что читать ну сейчас я расскажу все то есть каким образом мы это делаем за счет каких инструментов да и все все скажу не получается ли так что читатель со временем разочаровываться если ему очень понравилась пристройка не оттолкнет ли его от стройка конечно какое-то количество оттолкнет естественно да то есть мы аудиторию мы приобретаем и теряем да и задача просто что приобретение приток аудитории да то есть по сути у нас такая мы выстраиваем некую такую огромную воронку продаж до в которую люди к нам привлекаются да и потом через какое-то время какое-то количество людей естественно отваливается задача сделать так чтобы привлечение людей было больше чем тех кто отваливается вот и все как вы думаете антиправдина зайдет я не знаю кто такая правдина но если для вашей целевой аудитории это какой-то этот самый какой-то важный такой триггер дата может быть главное анти молчанова не запускать анти гламур до сериал сотня апокалипсис где рулят женщины я слышал про этот сериал но не видел знаю что есть такой сериал что он популярен достаточно ну вот да наверное если а не было звука хочу не было звука звук есть ребят или или что у меня вроде у меня просто звук в наушниках и по идее сейчас я проверю если звук нет и есть звук все есть вот кстати хорошее очень замечание роман минаева это фанфик на роман федерико бекбедера 99 фраков да кстати говоря очень похоже есть такой да есть отсылки на на него и в общем мне кажется что довольно часто тогда сейчас уже про него забыли все пройти 99 франков но в то время очень часто про него говорите что да это наша версия 99 франков анти коучинг да может быть может быть да такое даже когда вы спрашивали тоже несколько секунд пропадала ну вот видимо это как-то youtube youtube вернее а этот через который зум через который у нас идет так хорошо идем теперь какие у нас есть способы пристройки похожая обложка смотрите вот например когда я запускал газетчика и изначально я его запускал вот эту серию про газетчика я ее не в xmo запускал я запускал через ридера и я сидел и изучал обложки книг джеймса паттерсона то есть для меня референсом был джеймс паттерсон и изучал эти обложки да он сам бывший рекламщик и он сам разрабатывал дизайн своих обложек вот и там огромные буквы короткие слова огромные буквы и большими буквами фамилии автора на обложки и маленькая картинка на обязательно с каким-то с какой-то человеческой фигурой ну вот и первая версия газетчика который был через ридера и первая версия писателя которая тоже была через ридера сценарист уже выходил только в xmo они были это бы там было прям четкий референс обложки книг паттерсона то есть я когда заказывал обложки я дизайнеру прямо отправлял обложки говорил вот это вот референс то есть мы дело я хочу вот такую обложку когда через ридера я выпускал книгу коммунист понятно что там опять же была отсылка к книгам двадцатых годов я тоже изучал обложки двадцатых годов смотрел да и дизайнеру ставил задачу что вот вот мне нужен такой-то такой-то дизайн обложки то есть там ну условно говоря как вот книги гайдара издавали островского в то время вот они так так изданы то есть если вы влияете на обложку то естественно да вот такой такие могут быть варианты кстати говоря когда xmo мы подписали договор с xmo по поводу газетчика ну по поводу серии этой и они посмотрели мои обложки и они мне понравились и они долго тоже искали какие-то референсы и потом мне редактор прислала обложку которая очень похожа на то что в итоге получилось мне очень нравится обложки газетчик писатель сценарист и там был совершенно конкретный референс да то есть вот это как бы некий предмет там на первом ключ на втором не помню по моему замочная скважина а на третьем по моему пистолет и на через этот пистолет там картинка какая-то вот это как бы не наша идея то есть эта идея некого автора обложек некого европейского романа дальше что похожее название да то есть гарри поттер таня гротор до пори гатор дальше что еще может быть может быть похоже псевдоним на зыгарь не зыгарь похожий герой да то есть если вы там условно говоря в анзаров да он похож на фондорина да то есть они родственники скажем так генетически дальше похожая тема да то есть вы берете какую-то тему которую уже кто-то разрабатывал да например не знать тони роббинс разрабатывал тему личностного роста да и сильно в этом преуспел соответственно любой кто будет после него эту тему разрабатывать да он будет так или иначе до вызывать ассоциации с тони роббинсон да поэтому волшебные пендель и ленивая скотина они естественно там у всех кто видели и читали да сразу вызывали ассоциации а ну понятно такой тони роббинс включаешь тони роббинса дальше похожий способ повествования например есть декамерон до 100 рассказов на фривольные разные темы и например у бальзака есть сборник озорные рассказы который по сути является современной бальзаку версии декамерона до соответственно тоже вы можете взять если вам нравится какой-то роман и вы хотите сделать что-то похожее да можно написать свою версию игры в классике например да или можно написать свою версию потока сознания до романа потока сознания отсылаясь к джойсу к пусту соответственно друзья мои я попрошу у вас подумать о том как вы можете пристроиться конкурентам как вы будете потом отстраиваться от конкурентов и как во всем этом что уникальное и отличное от своих конкурентов вы можете дать каким образом можно найти уникальность в том что вы даете читать можно сделать сужение темы да например условно говоря тони роббинс дает мотивацию для всех да а я беру и абсолютно узкую вещь беру до создание мотивации для продавцов будет это востребовано да у продавцов всегда есть проблемы с мотивацией да и соответственно я пишу книгу именно вот четко мотивация для продавцов да там 100 приемов мотивации для для тех кто что-то продает я думаю что в лед будет улетать такая книга до повышение продуктивности до моя книга пишется это повышение продуктивности для писателей совершенно четкая узкая ниша да то есть вы сужаете тему и в ней сразу же появляется уникальность дальше взять какую-то соседнюю тему да например не мотивацию да а что-то рядом не делегирование например да спасение от выгорания последствий посредством делегирования да она рядом да но вот вроде бы какой-то другой неожиданный разворот темы дальше что еще может быть соединение нескольких тем да когда вы берете две или три темы и находите какой-то вот что-то в них что-то общее да и соединяя эти темы да вы опять в этом находите какую-то какую-то уникальность так вот то что я хотел вам рассказать о пристраивании и отстраивания от конкурентов насколько это понятно и вам на подумать да если есть вопросы то задайте вам на подумать три вопроса не буду сейчас воспитать этим я хочу чтобы вы именно прям хорошенько над ними подумали как вы можете пристроиться конкурентом как вы потом будете отстраиваться и что уникальное вы можете дать то есть чем ваша книга будет отличаться от книг конкурентов так первую версию да 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 вот вы совершенно право вот как раз газетчики там рядом появляется похожий контент да например коннель и вот линкольн для адвоката вот очень похожий дизайн как раз таки с крупными обложками вижуался семья и как в ней уцелеть написано в форме диалога психотерапевта интервьюера взяла себе эту форму вопросы будут реальными от реального журналиста так что делать если к вам кто-то пристроился скопировал ваше имя и стиль ну наслаждаться этой ситуации ребят меня столько копировали столько воровали столько плагиат или то есть люди просто там причем иногда мне в наглую там писали люди что типа вот мы хотим там ввести мастер-класс по вашему букварию сынариста или там еще что-то ну ладно воруют воруют бог с ним так как правильно аккуратно я только что об этом сказал да то есть отстраиваться это вы ищете уникальность да то есть вы показываете сначала вы показываете что я тони роббинс да а потом вы показываете нет я не тони роббинс я сужаю тему да я не про всех а я только вот для чего-то да или соединяю какие-то темы да или рядом беру какую-то тему вот за счет этого так можно ли nonfiction писать и вот все перечисленные мной авторы да никто из них уже сейчас условно говоря антон чиш с акуниным сейчас вообще никак не ассоциируется абсолютно да то есть он полностью абсолютно самостоятельная до творческая единица причем вы знаете вот кстати говоря интересно был такой писатель я боюсь перепутать потому что я я мне кажется я путаю ван гулика иван зайчика потому что я и того и другого читал давным-давно вот кто-то из них это псевдоним какого-то нашего чувака который писал романы действия в которых происходил в японии и вот там вот совершенно точно тоже стратегия была такая акунинская да то есть человек придумал персонажи такого автора японского да и вот он писал романы где действие происходило в японии а потом он как акунин раскрыл свой псевдоним да и начал говорить что а вот это я типа я пару интервью читал но по моему как-то это не очень взлетело а вот а если бы немножко по по загаде но может быть просто и япония не очень оказалось интересно но вот просто вот пример стратегии до человек взял да то есть не пристраиваясь к акунину до использовал его стратегию для того чтобы сделать такую вещь еще одна была похожая вещь но там я не читал честно говоря сами эти романы я читал только интервью автора тоже не помню кто это который выпускал сериал про старика хаттабыча и там тоже это было то же самое издательство захарова которая акунина издавала и там вышло пять романов и по моему на этом серия прервалась да то есть понятно да здесь есть герой до пристра через героя пристраиваются к я не знаю что там с авторскими правами может они уже истекли на на этого персонажа вот но вполне вполне могла получиться большая история так можно ли non-fiction писать с большой долей самоиронии мне кажется что нужно писать с большой долей самоиронии так холм зайчик да 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 а холл ван зайчик это подстройка по ваш пангу ли когда вот мне ребята говорят холм ван зайчик это вячеслав рыбак и игорь алимов да простите если я вдруг обидел опять же с большим уважением отношусь к людям которые правильно использовать правильные стратегии и хорошо умеют играть в литературные игры теперь дальше смотрите что еще должно быть в вашей книге должна быть некая идея до которая структурно будет держать вашу историю и и что такое идея да то есть идея это не что-то что люди из вашей книги узнают да хотя вот американские non-fiction книги они у них вообще очень часто они по такому принципу строятся да то есть они берут какую-то одну одну мысль до которую до вас хотят донести и которую легко можно одним твитом изложить и дальше размазывают на 800 томов я помню как непонятно зачем я прочитал книгу толстенная книга страниц 600 наверное под названием китайское исследование и всю эту книгу можно пересказать одним предложением мясо вызывает рак все и и все все вот это все вот эти огромное количество страниц да они были направлены на то чтобы доказать и подтвердить вот эту самую идею да что мясо вызывает онкологические заболевания но что такое идея да идея является элементом структуры то есть для того чтобы вашу книгу было интересно читать да вам нужно не просто вот как в китайском исследовании да долбить долбить долбите долбить это вызывает рак вот это вызывает раки вот это и жареное мясо вызывает рака красное мясо особенно вызывает рак и так далее так далее да то есть когда вы так долбите 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 в конце концов хочется пожрать мясо от этой долбежки да и начинаешь думать блин что-то вы наверное ну так вы меня убеждаете в этом упорно что наверно что-то с этим не так как это работает да как это сделать так чтобы идея заложенная вашу книгу она стала элементом удержания внимания нужно создать конкуренцию внутри вашей книги да то есть внутри вашего сюжета да то есть нужно вашей идее противопоставить анти идею противоположную идею и создать конкуренцию этих идей показать конкуренцию этих идей да как например в трех мушкетеров да какая там главная идея идея дружба выше всего и дальше это дружба она все время подвергается испытаниям да то есть мы видим то там деньги дороже дружбы нет все-таки дружба дороже денег любовь дороже дружбы да д'артаньян же он же чуть не предал своих друзей когда влюбился в миледи да нет все-таки дружба сильнее сильнее любви до политика да они там во втором помыли в третьем томе они там друг против друга выступают да одни становятся роялистами вторые там еще кем-то да и пытаются там спасти короля под престолом при под эшафотом прячутся да но все равно да и политика тоже их дружбу не разрушила да то есть дружба сильнее всего и все остальное в мире сильнее дружбы да и мы все время видим так мы болеем за эти две идеи так все-таки дружба или не дружба да у киосаки в его богатый папа бедный папа да какая там идея семья закладывает в людей модели поведения которые приводятся к бедности или богатству да и он показывает да вы думаете что богатство из-за того что вы то там вы усердно работаете нет из-за того что вам заложили в семье вы думаете что богатство из-за чего из-за везения нет из-за того что вас заложили в семье вы думаете богатство это из-за нет из-за того чтобы вас заложили в семье да и вот эта конкуренция идея на создает интерес и вы в конце концов видите да то есть автор не скрывает он говорит давайте мы эту идею проверим давайте эту идею проверим давайте эту идею проверим да то есть они могут разные может быть одна идея про противопоставлять быть противопоставлена вашей главной идее или несколько разных идей до каких-то разных концепций которые ей противопоставляют вы снова возвращаете автора вы возвращаете зрителя к вашей идее в нонфикшен совершенно спокойно это работает да например есть для меня образец нонфикшен книги эта книга андрея парабеллума коучинг как бизнес я ее перечитывал не знаю на 1 раз 20 точно и это лучше его книга совершенно точно да и какая там идея до любой может создать успешный коучинговый бизнес и дальше он эту идею проверять нужно там получить защитить докторскую диссертацию для того чтобы иметь только коучингов бизнес нет вот пример до доказывать что этого не надо нужно там большие денежные вложения для того чтобы создать успешный коучинг без нет нужно много подписчиков соцсетях нет да то есть он показывает разные идеи до которые сражаются с его основной идеей и нам становится интересно так все-таки да и в конце концов до показав эти все конфликты да он приводит к мысли до любой может создать успешный коучинговый бизнес офигенно и прочитав эту книгу я запустил после этого сразу же запустил свой коучинг и там типа года три довольно активно этим коучингов занимался и много успешных учеников именно через коучинг через мы прошли другое дело что коучинг это не как сказать это финансово не много усилий финансово не не очень большой результат дает дальше детектив любой детектив какая там идея преступление может остаться безнаказанным да то есть эта идея преступника до преступление будет наказана эта идея которую защищает сыщики мы смотрим кто победит сыщик или преступник да и раньше в детективах всегда побеждал сыщик да и мы видели преступление может остаться без на перед преступлением будет наказано до сейчас есть детективы в которых преступление остается безнаказанным. Не знаю, привести примеры вам. Это спойлеры будут. Давайте, закройте уши, кто боится спойлеров. В фильме Зодиак Финчера преступление остается безнаказанным. В фильме Воспоминания в убийстве преступление остается безнаказанным. Кстати, во втором случае в кино осталось не раскрытым, в жизни раскрыли это преступление. Поэтому, да, сейчас может быть такое, что преступник побеждает сыщика. Насколько понятна эта идея? Если понятно, напишите, что все понятно. Если есть вопросы, то готов отвечать на ваши вопросы. По поводу идеи. Да. Конкуренция идей внутри вашей истории. И это создает перепад эмоций. Вы раскачиваете зрителя по эмоциям. Там очень интересно. Есть такая книга «Код бестселлера». Она, по-моему, есть в сети. Если интересно, найдите, прочитайте. Сейчас я проверю. Код бестселлера. Код. Да, Мэтью Джокерс. Код бестселлера. Да, есть такая книга. Значит, что там такое? Там, не скажу, что она прямо 100% ценная, но там есть очень важная вещь. Там делали анализ текстов различных, бестселлеров. И анализировали, какие герои, какие события, какой язык в бестселлерах. И в числе прочего, они обнаружили, что там должна быть такая-то структура, в которой идет раскачка по эмоциям. В плюс и в минус, плюс и в минус. И я такой, типа, сдается мне, ребята открыли для себя Аристотеля. Аристотель в своей поэтике говорил, что должны быть повороты от счастья к несчастью и обратно. Вот здесь то же самое. То есть, когда у вас побеждает антиидея, это поворот к несчастью. Побеждает идея, поворот к счастью. И если у вас это есть, то ощущение динамики текста, оно возникает не из-за количества событий, которые вы впихиваете в историю. То есть, если у вас просто все время мелькает, 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 люди бегают, орут, стреляют, трахаются. В какой-то момент зритель такой, блин, вообще не понимает, что происходит. А для того, чтобы была динамика, нужно, чтобы было вот это раскачивание. И читатель, зритель, он входит в такое состояние резонанса с вашей историей, качаясь вместе с ее идеей. И если вам удастся его хорошенько раскачать, он уже пулей будет вылетать из вашего текста в том настроении, в том состоянии, в каком вам надо. Итак, домашнее задание. Чем ваша книга будет похожа на книги ваших конкурентов? Чем ваша книга будет отличаться от книг ваших конкурентов? И сформулируйте идею и антиидею вашей книги. И давайте так. Исходя из идеи вашей книги, придумайте название вашей книги. Можете его здесь не писать. Я специально сейчас написал пометку, что можете его здесь не записывать. Почему? Потому что я понимаю, что название книги – это вещь очень интимная. И это не то, что хочется выкладывать на всеобщее. Тем более, если название должно быть интересным, неожиданным, парадоксальным. Не хочется его сливать раньше времени. Хотя бывают случаи, кстати говоря, когда я писал книгу «Ленивая скотина». Это мало кто знает, но это такая отсылка к Коле Картозии, с которым мы как-то обсуждали, разговаривали. Он говорит, что я ленивая скотина, у меня там ничего не делается. И я говорю, ну знаешь, я напишу книгу «Ленивая скотина» и посвящу ее тебе. И значит, когда вышла книга, Коля мне пишет, что типа, вот, купил твою книгу, но читать не буду, потому что я ленивая скотина. Я говорю, Коля, открой, пожалуйста, книгу и посмотри, кому она посвящена. И он, значит, открыл по листам, увидел, что она ему посвящена. И это было очень весело. Вот. Подумайте, придумайте название. Можете просто написать «Название придумано» и оставьте его при себе. То есть название – это то, что нас тянет к себе. Мы хотим идти к этому названию и увидеть это название на обложке своей книги. Завтра будем говорить о структуре истории, как раз о том, как делать удержание внимания. И еще раз напоминаю, что завтрашнее занятие пройдет в 10 утра. Запись, естественно, будет. Благодарю вас за ваше внимание. И пока-пока. До завтра. Так, может ли быть борьбой идей, развенчания мифов, популярной психологии, типа негативные эмоции, тактичные родители, нарциссы? Конечно же, разумеется. Да, может быть. Да, то есть вы сначала задаете идею, что это неправда, да, потом проверяете. А может быть, все-таки правда? Да, приводите какие-то примеры и доказываете. Нет, неправда. Есть такая книга, любопытная достаточно. Мы уже 100 лет в психотерапии и почему нам все хуже и хуже. Окей, друзья, пока-пока, до завтра.